Компания Comedy Club Production Компания Comedy Club Авторами кинофильма были выдающиеся в прошлом участники команд КВН Поэтому смешно было не только в фильме, но и непосредственно на съемочной площадке Хотя некоторые этого не ощутили У меня просто такая была эпизодическая роль и сценка, что, наверное, я не ощутила Каких-то смешных, куларных, закулисных ситуаций интриг не заметила Как это всегда бывает, в день премьерного показа кинотеатр Октябрь Своих коллег не сдерживал практически никто Лера Кудрявцева поддержала Вадима и точно определила, за каким продуктом пришла в кино Я иду за юмором, а пускай это народный юмор, пускай это нормальный юмор Это просто обалденный клип, очень рекомендуем Ну, плюс новый альбом, 17 треков, как с куста Также музыканты поделились планами на будущее Перед самым началом количество гостей резко увеличилось И на секунду сложилось ощущение, что кинотеатр не выдержит такого наплыва Желающих увидеть комедию, тонны просыпанного попкорна, раскачивающиеся декорации Едва не упавшие во время автограф-сессии и огромная давка на входе Вот главное доказательство того, что на премьере самого лучшего фильма 3D будет аншлаг Конечно же аншлаг в хорошем смысле этого слова О популярности всего проекта в целом может свидетельствовать тот факт Что на премьеру каким-то невообразимым образом попал лично товарищ Ленин Хочу на самом лучшем фильме 3D посмотреть и понять, действительно ли Владимир Ильич жив И каким это образом он сохранился 140 лет уже, как можно сказать Так очень просто, он же из мякиша Но-но-но-но А потом по секрету нашему телеканалу рассказал все, что знал о дальнейшей судьбе картины Я дал уже задание снимать четвертый фильм И в четвертом фильме Владимира Ильича уже не будет, но будут другие актеры Так что будем смотреть самый лучший фильм 4 Действительно ли фильм будет называться самым лучшим, ты сможешь оценить уже с 20 января А почему во всех фильмах одни и те же актеры? Согласно опросу одного глянцевого издания, именно эта зажигательная песня стала самой популярной во время новогодних праздников Модный танец Арам Зам Зам танцевали на всех вечеринках и утренниках от Москвы до Ханты-Мансийска Сами же ребята из дискотеки Авария Новый год встречали за пределами России Вы знаете, получилось так, что мы Новый год провели не в России, а в теплой жаркой стране Мы там работали в новогоднюю ночь, а после этого мы остались и провели там прекрасные новогодние каникулы Правда, вместо 10 выходных, как у всех россиян, парни смогли позволить себе всего лишь 3 дня ничего не делания Побегали, попрыгали в море, это максимально, что нам удалось сделать Мы вернулись обратно в Россию и снова стали заниматься концертной деятельностью Возвращаясь к творчеству группы, стоит отметить, модный танец Арам Зам Зам установил еще один рекорд Это самый звездный видеоролик В клипе на песню снялось такое количество звезд, что любая музыкальная церемония позавидует Технология одна, мы просто звоним либо пишем Кого мы знаем лично, звоним Кого лично не знаем, ищем через продюсеров либо менеджеров Нормальная история вообще, когда звезды снимаются у других звезд в клипе Это намного интереснее Это интереснее и каналам, интереснее людям И с удовольствием и телеканалы такие клипы берут больше Ну а некоторые звезды попадают в клипы группы «Дискотек Авария» добровольно, принудительно Например, Вера Брежнева, Настя Задорожная и Светланы Хаченкова Пришлось просто, может им и не хотелось, но Режиссеры и продюсеры фильма сказали Ребята, поскольку в песни входит фильм группы «Дискотек Авария», вам придется снять у них видео Ну, я думаю, на самом деле было не так Их просто попросили, они с удовольствием согласились и приняли участие Большое им спасибо за это На этот год в планах у группы «Дискотек Авария» записать очередной ДВТ Возможно, поклонники смогут услышать его на новом альбоме, релиз которого намечен на весну 2011 года А вот кто составит компанию в новой работе, ребята пока держат в секрете И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой Помните эти слова из песни про Чебурашку? Конечно, помните, ведь день рождения – это праздник добрый и радостный, к которому необходимо хорошо подготовиться 20 января Анастасии Волочковой исполнилось 35 лет Как известно, отмечать заранее праздник не принято Но артистку это не смутило 12 декабря в Кремле она начала праздновать свой юбилей, продемонстрировав зрителям свое новое концертное шоу А уже в день своего рождения према российского и мирового балета Анастасия Волочкова Закатила небольшую вечеринку в честь своего юбилея Все гости были приглашены в клуб Кайметов «Метрополь» Почему именно это заведение выбрало именинец, мы решили узнать непосредственно у хозяина заведения Мы с Настей познакомились полтора года назад на рождественских встречах Аллы Борисовны Также была зима, был холод И решили в этом году справить ее день рождения здесь Потому что, как вы видите по образованию сцены, будет сегодня некая сказка про снежную королеву Я немножко забегаю вперед, может быть даже тайну какую-то рассказываю И все здесь как бы так И вообще Насте нравится это место Она здесь с удовольствием иногда бывает Вот и решила здесь сразу день рождения К своему юбилею артистка подошла с весомым и ощутимым творческим багажом И ее выступление знает практически весь мир Анастасия принимала участие в различных проектах, в том числе и в популярных рекламах Этого ей показалось мало, поэтому прим российского балета перешла к радикальным переменам Не так давно она совершила скандальный поступок А именно, выложила свои обнаженные фотографии в интернет Реакция была моментальная Кто-то сразу поставил ее фотографии на рабочий стол Кто-то заговорил о безвкусице Поэтому за советом мы пошли к самой раскрепощенной даме нашего шоу-биза Лолите Настя, она в этом смысле фотографиями провоцирует на поход в тренажерный зал По крайней мере, меня пока я смотрела, думала, так, надо пойти, надо обязательно Какой же у нее талия, как здесь вот мышцы какие Не, короче, мы никуда не пошли Мы никуда не пошли, мы просто будем, пусть она за нас за всех фотографируется Вот оно что оказывается, что Настя сделала эти фотографии не для пиара А для того, чтобы приучить нас к здоровому образу жизни Спасибо за заботу Кстати, сама именинница не видит в этом поступке ничего плохого и считает Что главное, это дружба и взаимопонимание Человеческие отношения – это та ценность, которая не имеет цены Сегодня вы видите даже на днем рождения тех людей, которые пришли ко мне Потому что я для них просто Настя Волочкова И в заключении, как это всегда и бывает, праздник начался только тогда, когда вся пресса уехала Джазовый концерт в Еврейском культурном центре уже само по себе звучит интригующе Но все было бы не так интересно, если бы не Андрей Макаревич, который тоже решил приложиться к джазу Несмотря на достаточно условное отношение к еврейской культуре Смотрелся Андрей Вадимович очень лаконично Опустив вопрос разницы религиозных конфессий Собравшиеся с восторгом аплодировали Макаревичу, ловко выдающему джазовый риф Мне всегда ужасно хотелось играть в джаз Наверное, как собаке очень хочется научиться говорить по-человечески Не менее важной фигурой можно назвать и Дениса Брилли Идейного вдохновителя и прародителя проекта Brilliant Jazz Club Именно в его светлую музыкальную голову и пришла идея привлечь Макаревича к джазу Помимо лидера «Машины времени» в этот вечер на сцене блистали и другие из круга приближенных Своими выступлениями публику порадовали как именитые джазовые певцы, так и совсем молодые начинающие музыканты При этом, несмотря на заполненный зал, пророчить джазу будущий Андрей Макаревич не взялся Я не умею делать прогнозы, я не музыкальный критик, для них нихрена не умеют делать прогнозы Только щеки надувают, поживем увидим А пока последние надувают щеки, джазовая музыка продолжает свое шествие по стране И кто знает, быть может уже завтра в плеерах молодежи будет звучать старый добрый Фрэнк Синатра Экс-солистка группы лицея Светланы Беляева представила публике свой новый видеоклип на композицию детства На мероприятие было приглашено большое количество журналистов, друзей и коллег по цеху Надо сказать, что гости хорошо приняли новинку и остались довольны Но, как оказалось впоследствии, это был только первый акт большого спектакля Ведь дальше все собравшиеся приняли участие в детском благотворительном аукционе под названием «Подари частичку детства», который должен помочь тяжело больным детям Светлана совместно с Союзом благотворительных организаций России делают одно общее и хорошее дело Я участвовала в подобных акциях в таком масштабе, конечно, нет Но просто помогать детским домам, да, ну, как бы это не озвучивается, естественно В таком масштабе, да, впервые Некоторые звездные участники этой акции лично приехали в театр Кураж для того, чтобы выставить на аукцион собственные вещи Так, например, телеведущий Арчи передал детскую форму футбольной команды Поскольку я сейчас вернулся из страны, где вырастили Диего Марадонну, то... Да, я думаю, что это... Ты сам-то вообще любишь? Да, безумно Вот, поэтому я привез... Это детская любовь? Нет, это детская форма Вот, собственно говоря, вот такая история Я думаю, что любому пацаненку во дворе... У меня просто у самого растет ребенок, вот И я ему, честно, оставил футбольный мяч, пообещал ему, что форму привезу Остальные звезды также не стояли в стороне Политик Владимир Жириновский, телеведущие Ольга Шелест, певец Алексей Воробьев, елизианисты-братья Запашные, пародисты Александр Песков Это малая часть тех людей, которые откликнулись и приняли участие в этом мероприятии А сама хозяйка вечера Светлана Беляева выставила на аукцион музыкальную шкатулку Но не стоит заблуждаться и думать о том, что вечер проходил камерно и сухо Гостей вечера радовали своими постановками артисты театра «Кураж», показавшие забавный номер проснеговиков Напомним, что акция «Подари частичку детства» только началась Ее итоги будут подводиться через несколько месяцев Организаторы заверили, что все лоты будут переданы в интернет и там найдут своих новых хозяев К слову сказать, некоторые из предметов уже нашли своих владельцев прямо во время вечера Субтитры создавал DimaTorzok